Всем привет! Поговорим про Leatherman Wave Plus 2017 года выпуска, может быть начало 18-го. Что изменилось по сравнению с последним разом, когда я его видел. А видел я его где-то в 2011 обзор про него делал. И тогда было довольно много косяков у них. Сегодня же косяки ушли. Стало интересно рассказать про этот инструмент. Версия с черным воронением металла защищает дополнительно от ржавчины, как я понимаю. Но опять таки, инструмент следует держать в чистоте, чтобы он не пачкался. Кроме того, вот видите, что инструмент не дает сильных бликов, в отличии от обычных мультитулов без покрытия. Соответственно, он менее заметный и, скажем так, более тактический вариант. Насколько стойко покрытие, сказать пока трудно, но пока держится. Проблем каких-то с ним нет. Из коробки мультитул работает неплохо. Воскогубцы открываются немножко туго, но возможно разработается. Винты здесь не стандартные. Торксы с пимпочкой по центру. Китайцы уже выпускают наборы, где есть подобные ключики, чтобы открутить. И вы же просто выламываете центральный пин. Понятное дело, вы следите за гарантией, которая 25 лет, если вы приобретали инструменты официального дилера в вашей стране. И вы тогда сможете регулировать инструменты, затяжку, как вам требуется. Вообще затяжка здесь хорошая. Настройки все хорошие. И подтягивать ничего здесь во время эксплуатации не требуется. На осях стоят латунные шайбы. Все аккуратненько, подогнано. При открытии никто ничего никуда не тянет с этих инструментов. Все прекрасно. Основной инструмент это клинок. Вот он у нас строгает. Отлично работает по дереву, по бумаге, по продуктам. Затертости на воронении там остаются конечно же. Но они передают нашу инструменту более брутальный интересный вид. Минус данного воронения это то, что если вы его где-то уроните на природе, то найти его будет практически нереально. Потому что он полностью черный сольется с основанием с грунтом. В то время как блестящий будет более заметен. Ну это такое. С одной стороны у нас простой клинок, с другой стороны клинок с серейтором. Есть насечка на обухе, чтобы в темноте, в кармане, на ощупь определить какое лезвие мы сейчас будем открывать. Серейтор вгрызается гораздо больше. Причем он такой правильной заточки я бы сказал. То есть соответственно под правую руку, что при введении инструмента он у нас заливается в материал и позволяет работать более грубо, но более быстро. что у нас здесь еще есть. Здесь есть напильник алмазный. Напильник с одной стороны. Пила по металлу. Насечка с другой. И с третьей, скажем так, это обычная пила и обычный напильник по дереву, который позволяет что-то запулировать вплоть до какого-то минимального маникюра, если в этом есть необходимость. На черном инструменте вся пыль будет очень хорошо видна. Также здесь есть пила по дереву. Она не съемная, стандартная. Пилит отлично. Проблем с работой нет. По сухому дереву так туговать, по мокрому будет быстрее. Ну и стандартные от таких пил будет забиваться мокрая древесина и ее следует чистить во время работы. С двух сторон имеются кнопки замков, которые позволяют открыть заблокированный инструмент, находящийся внутри рукояти. внутри рукояти. Внутри рукояти у нас находится открывалка с инструментом для снятия изоляции. Он здесь заточен, то есть можно снять изоляцию, если в этом есть необходимость. В принципе, это единственный инструмент из всех подобных, который реально что-то делает, а не царапает как-то или обрывает провода. То есть вот это вот такое достаточно продуманное решение. Далее идет у нас битодержатель под биты. Биты лазермановские, плоские. Обычные биты мы можем взять и на токарном, на точильном станке, обточить до такого плоского состояния и они будут подходить нам в данный инструмент. Держатся там при помощи пружинки. При необходимости можно дополнительно докупить наборы бит и использовать их с данным инструментом. Кроме того, есть переходник фирменный, который позволяет удлинить данный адаптер, работать в каких-то отверстиях и, соответственно, использовать уже стандартные биты, если в этом есть необходимость. Кроме того, могу сказать, что за счет небольшой длины Wave в сокручивании шурупов несколько удобнее, чем тот же Surge, который более длинный и угловатый. Разблокируем замок и после этого можем сложить инструмент. Во второй рукоятке у нас находятся ножнички. Маленькие маникюрные ножнички. Они, конечно, изящнее, чем в Victorinox, но по факту они работают не хуже. Какой-то маникюр минимальный сделать ими можно без проблем. Они, конечно, такие люфтящие немножко, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба, потому они вполне рабочий инструмент. Далее у нас идут следующие инструменты. Это маленькая часовая отверточка. Подойдет для очков, для мобильных телефонов. Я не знаю, где еще такие маленькие винтики могут быть использованы. Чаще всего для очков. С одной стороны она плоская, с другой крестовая. Держится также при помощи пружинки внутри. И большая плоская отвертка, ломик такой, которым что-то поддеть, подковгнуть, выломать, если в этом есть необходимость. То есть, такой маленький простой инструмент. Ну, на этом, собственно, все. Под пилой или напильником здесь имеется золотое колечко, которое спрятано внутри. Его можно извлечь и вешать какой-то темляк, если в этом есть необходимость. Инструмент вполне рабочий, достаточно компактный. Посмотрим на его габариты. Вес его составляет 241,8 грамма. Это на уровне Leatherman Charge с фитановыми накладками. А габариты его следующие. Ширина накладок 17,4 миллиметра. Длина самого мультитула 101,9 миллиметра. Клинок имеет толщину в обухе 2,2 миллиметра. Неплохую заточку имеет. А длину режущей коронки имеет порядка 72 миллиметров. Такой вот инструмент Leatherman Wave. Стоит приобретать его или нет, каждый опять-таки будет решать сам. Как мне кажется, проще все-таки купить уже фирменный инструмент и знать, что он будет работать надежно не подведет, чем приобретать какую-то китайщину, которая будет вести себя непонятно и где-то может подвести. Кроме того, у Leatherman достаточно большой модельный ряд и выбрать есть из чего. Что еще отдельно хотелось бы сказать по данному Wave. Это его ножни. Они здесь отдают, скажем так, тактическими уже, потому что есть возможность повесить на подвес типа Molly. Правда, мне не понравилась вот эта вот липучка. Она издает слишком много шума по сравнению с кнопкой, которая используется на других ножнах. Кроме того, сверху какая-то германтиновая вставка, которая явно покрошится, поломается. Внутри есть карманчик для набора бит. И что самое неприятное, это вот это вот отверстие дренажное, скажем так. Оно трется как раз об металл. И там явно будут какие-то потертости в очень скором времени. Кроме того, никаких боковых резиночек нашитых нет. Соответственно, никакого фанатика ничего сюда не прицелишь. Такие вот очень спорные ножны. И вот такие вот варианты ножен мне нравятся больше. Хоть тут и только вертикально на кояс их можно повесить. Как мне кажется, этот мультитул – это идеальный EDC мультитул. Есть весь необходимый набор инструментов, который позволит максимально покрыть требуемые задачи. Leatherman Wave из магазина ilatherman.ru Спасибо всем за внимание. До новых встреч! Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...